Створение запотребованного продукта со знаком региональный и самоабытный. Так и накерунок работы, вызначенный как приоритетный для культурной Галины Гродзенского региона и каждого района по особку. Ориентир на створение и рекламование брендовых мероприемств. Это поможет сохранению культурной спадшины и повышению туристической привабности при немыне, как внутри краины, так и за ее межами. Выконание регионального комплекса мероприемства в рамках Держпрограммы «Культура Беларуси», различной на 2016-2020 годы, и перспективы развития Галины, разведели у дельники посаджения областного выконавчего комитета. Дочагнение «Ушмат» – это, безумовно, и наши дочагнение, которые еще ведут, или про их не соромно вспомнить, это специально премьер-президент Республики Беларусь, что год, нашему коллективу музея Михаила Клеофаса Агинского, Лицкого районного центра культуры и Юзкого районного центра культуры, народному, семейному ансамблю «Свояки звуковызка». Это наши 12 работников культуры, которые были ознагарожены медальом Франциска Скарыны. Это 5 человек, которые получили гоноровое звание «Заслуженный дежур культуры» или «Артист», наставник, выкладчик нашей ДШИИ. Это, безумовно, анализ этих мероприемств, которые ладили еще на протяжении этого периода в Гродненской области, от маленьких до великих, и их эффективность, их запотребованность. Заходячи из выника, у окресленной задачи на новый период. Одна из главных – дальнейшая популяризация культурной спадшины при Немане. Как прогучала есть масса интересных идей, которые можно перетворить в гучные брендовые мероприемства, популярные у беларусов и туристов. Такими уже стали «Ганинский кермаш у Зельве» и «Лицкий рыцарский турнир», «Святый Ивюцкий помидор» и «Ляливый ляг стен Крылского замка». Фестиваль «Густовский канал» запрашивает Сяброу с поборницами по болотным футболе и плаванием на чем за угодно. Если говорить о ближайшем будущем, то это вопрос о ходе работы на палацово-парковом комплексе «Узвятску». Потому что это, по-перше, историко-культурная каштовность. По-другому, туристический объект, который будет увиден, может быть, часово, частково по черзе у оборот. То есть там будет готель, ресторан, пивный бар. Будут эти працы по реставрации палаца самого, який далеко будет местом, как и махчим и таким музейным, и в той же час для проведения импресс. Это объект, который на шляху Густовского канала, где можно спойниться туристу для того, чтобы там переночевать, а пошли побыть и покататься, например, на Байдарце, на велосипеде на Густовском канале, або принять удел о импреже. И литерально в эту пятницу, 25 вересня, на культурную импрезу запросить Залесе. Одно из привабнейших мест у нас в Маргонщине. У тамтайшей садзебе, названной «Пауношными Афинами», где народился и жил Михаил Клеофас Агинский, сусветный ведомый композитор и политичный дейдж, отводится вечары на знакоды 225 годя дня его народжения. Ставшие уже брендовыми, костюмированные бали у Залесе, концерты «Вертание Пауношных Афин» сдольны привабить у Смаргонский край еще больше гостей из Беларуси и Замяжи. И такие приклады не одинаковые у регионе.